Боец, я его хорошо знаю, Котенбека выступал во многих разнообразах, в Рукопашке, в Патриотёне выступал, в ММА. По рекорду, в общем-то, идет хорошо, сейчас пока 2-0. Вот как раз-таки поезд демонстрируют, за который будут биться бойцы. И вот за вот этот поезд, как раз-таки, серьезная обычно конкуренция происходит. Мы знаем, что это мечта многих бойцов для того, чтобы обладать им. Ну а потом, как раз-таки, вот этот титул, очень много претендентов. Аутенбек Думанулла – это знаменитый спортсмен для Казахстана, для Карагандинской области. Он выступал в международных турнирах, которые проходили в Китае. Он выступал и в Fight Nights, российском промоушене, в котором, к сожалению, не особо удачно получились у него бои. Но, тем не менее, он извлек из этого уроки. Насколько я знаю, сейчас он активно подтягивал борцовские навыки. Именно занимался он бразильским джиу-джитсу. Так как в последних боях, в частности, в Fight Nights, у него были проблемы именно с борцовской техникой. Он выдыхался. У него не хватало немножко знаний в этом аспекте. И сейчас он активно как раз-таки нивелировал эти пробелы в своей технике. Ну, надо заметить, в Караганде есть хорошая школа, где есть хороший тренер Марат Куджанов. Я, по-моему, если я не изменяю память, по-моему, Алтенбек там и готовился у него. Да, это школа бразильского джиу-джитсу Марио Брос, который главным тренером является Марат Куджанов. Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Один из его учеников, Нужан Сейду-Али, просто является золотым мальчиком карагандинского джиу-джитсу. Он завоевал золотую медаль на недавнем турнире в Колумбии в чемпионате мира по джиу-джитсу Неваза. И это было просто замечательным достижением. Нужан является единственным таким человеком из Карагандинской области, кому удалось достичь таких высот. И, естественно, у такого тренера, как Марат Куджанов, я думаю, много будет знаний, которые можно вложить в своих учеников. И, в частности, вот Болтенбека, Думанула. Ну, а сейчас мы на своем экране видим Джавлона Хасанова, который готовится к тому, чтобы войти в клетку. Он представляет Узбекистан, ему 23 года, 172 рост у этого спортсмена, 61,2 килограммов вес. Мастер спорта по кикбоксингу, опять же, Ушу Санда, боевое самбо, 4-х кратный чемпион Узбекистана по кикбоксу, 2-х кратный чемпион по юнифайту, представляет ташкентский спортивный клуб Чемпион. И, насколько я знаю, он абсолютно готов к этому поединку. Разговаривал я с ним до этого турнира, до того, как он начал готовиться к этому бою. Он провел хороший тренировочный лагерь, его навыки не оставляют никаких сомнений в том, что он будет демонстрировать хорошую стойку. Ну, а вот титул мастера спорта в боевом самбо говорит о том, что человек полностью готов к смешанным единоборствам. Ушу Санда, боевое самбо говорит о том, что человек полностью готов к смешанным единоборствам. 21 годы, Каранаблы спортши Абадан Глобовы. Касипкои спортта 2-х единицы уртым и 2-х единицы жеткен. Сейчас, айты отырмызу, ушу Санда, спортши берем, ушу Санда. Азия, ММА, Азияны кумыш-чуды герой. 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 З 8 обThanks, шу-чуды герой. Азия, Мах Азия азия, ММА Субтитры делал DimaTorzok Теперь мы живем в Алтынбеке. В Алтынбеке он известен как яркий нокаутер. У него очень яркая стойка, он очень быстрый, он очень, можно сказать, резкий спортсмен, поэтому противостоять ему стойке очень сложное дело. Посмотрим, что сейчас он предложит для Джаблона Хасанова, для бойца из Узбекистана, который тоже, кстати, очень хорошо чувствует себя в стойке. Я, Джан Алтынбеке, Александр Эрптес, Майтывотер, тик труп тубы лискенде, уйти жақсы кеймулда жасайват дек. Берак, бір жылдары партерді кемшіліктер бұлан бұл туралы, ол туралы дайтылған, өзіңізді билет чарсы. Түшеліктер бұлан бұл туралы дайтылған, өзіңізді бұл туралы, ол туралы дайтылған бұл туралы жасайват деп. Бұл туралы дайтылған бұл туралы дайтылған бұл туралы дайтылған бұл туралы. Проводят разведку оба бойца, не спешат они, для того, чтоб реализовать все свои задумки, смотрят, что предложит им оппонент. По первому взгляду очень сложно отличить кто из них Алтымбек, а кто из них Джавлон, но скажем так, что узбекистанский спортсмен отличается тем, что у него нет растительности на голове, чтобы зрителям было легче определить, кто есть кто. Интересный сейчас, конечно, телодвижение совершает Алтымбек Думанула, но я думаю, что он совершенно точно знает, что ему нужно делать в клетке. Тем более, что участник многих международных турниров и знает и проверял, что и как. Да, я знаю, что 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 я знаю. Спасибо. И посмотрим, занимает он позицию сбоку, что же предпримет сейчас казахстанский спортсмен, боец клуба Абадан. Что с такой позицией вообще можно сделать? Что предложить с моего парня? Ну, во-первых, сейчас надо его растить, локоть надо было левой рукой, локтем надо поработать, надо засунуть, надо было локоть в горло. Вот такой захват, когда все-таки в боковой позиции, захват за шею, он может принести какие-то болевые ощущения, либо какие-то дивиденды тому, кто делает? Нет, ну, таких вот ущербов не приносит, единственное, не дает верхнему работу. Но тут должны быть спортсмены, кто сверху, навыки, то есть отцепиться от таких захватов и таких, вот то, что я до этого говорил, надо было просто локтем левой руки отжать. И он бы вышел в полную позицию, так называемую, когда уже голова открытая. Кстати, вот насчет удушающих приемов, насколько я знаю, что их можно очень хорошо терпеть, в частности, натренировывать этот навык для того, чтобы выдерживать, для того, чтобы выигрывать время в таких борцовских соревнованиях. Тот же Нуржан Сидуали, золотой призер чемпионата в Колумбии, как раз-таки отличается этим умением, его очень трудно задушить. И зачастую он специально заходит в удушающие позиции, чтобы его оппонент терял. И сейчас Алтенбек отличный удар, просто замечательный удар с правой руки проводит Джавлону Хасанову, но узбекистанский спортсмен остался на ногах. Еще второй, с развороту, попадание везде. Скользящий удар получился. Но тем не менее, когда удар проводится ногой, это очень даже чувствительно. Так вот, говоря о том, что задушить очень сложно, вот как раз-таки в таких вот позициях, когда тебя пытаются задушить, очень много сил тратится. И если это никак не проходит, то потом остаешься без сил и очень трудно продолжать поединок. Отвечает Джавлон Хасанов ударом с разворота в корпус, не доходит он до цели. А Алтенбек Думановев, прошу прощения, продолжает поддавливать своего оппонента к сетке, занимает центр. И сейчас был практически обманный бэкфист, а потом удар левой. Борьба в стойке у клетки. Фиксирует руками захват Алтенбек. Пытается Джавлон Хасанов отбиваться коленами. Замечательно просто сейчас было. Это практически знаменитое выражение дагестанские авиалинии сейчас были. Практически суплекс получился в Алтенбеке Думаноле и под самый занавес первого раунда. Все расстройства каждого раунда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok